Меня не станет через 54 года, 5 месяцев и 18 дней. Это случится в 11 часов вечера. Представьте, профессор, что почувствуете вы, когда вдруг узнаете то же самое о себе? Вот и я был шокирован. Мной овладел дикий страх, но вскоре он сменился мыслью, чего мне бояться, что если смерть вовсе не конец, а начало, так рассуждал Вольф Мессинг в своем письме, адресованном психиатру профессору Францу Абелю. В редких письмах и в своих дневниковых записях Вольф Мессинг делился своими мыслями о бесконечности человеческой жизни, о вере в Бога и о том, что заставило отвернуться от него и поверить вновь. Вспоминая свое детство, Вольф Мессинг отмечал, что его родители были людьми очень религиозными. Отец Мессинга думал о Боге как о строгом, но справедливом существе. Конечно, я вырос в религиозной семье. Когда мне было 9 лет, Равин посоветовал моим родителям отправить меня в учебное заведение, где готовили будущих священнослужителей. И хотя этот план полностью устраивал моих родителей, меня он не устраивал. Я настоятельно отказался от этой идеи. Родители спорили со мной, но в конце концов споры прекратились. И как раз в это время со мной произошло чудо, в которое я долго верил, вспоминал Вольф Мессинг. Однажды поздним вечером отец Мессинга послал своего сына в магазин. Когда мальчик выполнил задание и вернулся домой, он заметил во мраке огромный силуэт на крыльце. Маленький Мессинг принял его за посланника. Таинственный голос заявил, «Я послан свыше, чтобы сообщить тебе, что твоя судьба – служение. Бог ожидает твоих молитв. Так ты будешь Равином?» Вольфу Мессингу пришлось подчиниться. Однако позже, во время учебы, он встретился с тем самым посланником неба на земле. Он оказался обычным человеком. Отец Мессинга заплатил ему, чтобы тот сыграл роль посланника. «Выходит, мой отец меня обманул?» – думал Вольф Мессинг, «Если мой самый близкий человек способен на такое, то кому можно верить? Значит, всё, чему меня учили, тоже обман? Стало быть, и Бога нет. Разве он мог бы допустить всё это, если он такой честный и справедливый? Да, его нет». Вольф Мессинг решил сбежать из школы и от семьи. Но в карманах юноши было так же пусто, как и в желудке. Первую проблему беглец попытался решить, разбив чашу, в которой один верующий бросил пожертвования, но денег оказалось слишком мало. Я делал всё это со словами «Если Бога нет, значит теперь всё можно». Потом я пошёл на станцию. По дороге я увидел чьё-то поле, и я выкопал картошку. Потом я развёл костёр и зажарил картошку на углях. Наевшись досыта, я пришёл на станцию и сел на первый поезд, который шёл на Берлин», – вспоминал Мессинг. У юноши не было денег, чтобы купить билет, поэтому он вошёл в вагон и спрятался под скамейкой. Поезд тронулся. И произошло то, чего боялся Вольф Мессинг. В вагон вошёл кондуктор. Он заглянул под скамейку и произнёс. «Молодой человек, ваш билет». Я схватил с пола какой-то обрывок газеты и протянул кондуктору. Всей силой своего ума мне захотелось, чтобы он принял эту грязную бумажку за билет. Пару мгновений, и билет был пробит. Кондуктор посмотрел на меня и спросил, «Зачем же вы с билетом под лавкой едете? Именно так впервые появилась моя способность к внушению». Вольф Мессинг познакомился с психиатром Францем Абелем в Берлине. Абель постоянно советовал Мессингу развивать свои таланты и не растрачивать их попусту. Вольф Мессинг вспоминает, каждый день ходил с этой целью на базар, пытался читать мысли продавцов и удивлять их своими талантами. Зигмунд Фрейд, знавший Мессинга, писал в одном из писем. Сам Мессинг убеждён, что его дар от Бога, он называет его Божьей благодатью. В Берлине Вольф Мессинг снова поверил в существование Творца, но теперь он выглядел совсем иначе. Об этом провидит сообщил Абелю в письме в 1920 году. Письмо было написано в то утро, когда провидцу явилась дата его смерти. «В то утро я проснулся ещё до рассвета. Моё сердце бешено колотилось. Мой страх перед тем, что я увидел, вскоре сменился радостью. Конечно, мне было приятно думать, что я проживу ещё 54 года. Может быть, что-нибудь будет и после этого. Вы спрашивали меня, верю ли я в Бога?» – Мессинг ответил в письме к профессору Абелю. «Честно скажу, что я не верю в те убогие образы Творца, которые созданы в религиях». В том же письме Мессинг сказал «Я просто знаю, что он есть, но он совсем не такой, каким его рисуют на полотнах. Его нельзя познать, его нельзя представить, как нельзя увидеть всю Землю сразу». Когда Вольф Мессинг достиг более зрелого возраста, он изменил своё отношение к своим способностям. Он стал воспринимать свои способности не как благословение, а как наказание. Помощница Мессинга Валентина Ивановская объяснила, что у Мессинга не было детей по той же причине. Он боялся, что его талант перейдёт по наследству. Мессинг не хотел этого для своих детей. В одном из писем Мессинг сообщил, что ему осталось прожить 54 года. Однако это время пролетело для него очень быстро. В день своего ухода Мессинг написал Валентине Ивановской, что его тяготит печальный факт его смерти. В том же письме провидец встретился со своей покойной женой и выразил веру в то, что его жизнь будет продолжаться. «Сегодня я покидаю этот мир. Это факт. Всё закончится через 4 часа. Я хочу покинуть это место. Хочу верить, что буду спасён. Но есть одна печальная информация, которую я знаю. Не верьте тем, кто говорит, что им надоела земная жизнь. Она не может быть скучной, но меня в ней скоро не станет. Прощай, В. и здравствуй, Аида». Такими словами закончил своё последнее письмо Вольф Мессинг. Субтитры создавал DimaTorzok